В предыдущем ролике мы научились вставлять картинки. Теперь же создадим ссылки, то есть при нажатии на определенное слово или картинку, чтобы можно было перейти на веб-страницу, где можно будет получить более подробную информацию. Добавим к нашему шаблону ссылки. Например, слово «Индия» у нас будет ссылкой на вот этот сайт. Рядом стоящая картинка тоже будет. Теперь же научимся создавать ссылки на e-mail адрес и на соцсети. Приступим. Для начала скопируем адрес в адресной строке браузера. Переходим к нашему шаблону. Выделяем слово, которое у нас будет ссылкой. Нажимаем на «Вставить и изменить ссылку» на цепочку. Вставляем адрес строки, который скопировали. Выбираем «Открыть в…» Можно открыть в этом же окне, либо в новом окне. То есть, когда будете щелкать на ссылку, либо эта ссылка будет раскрываться в этом же окне, либо в соседней вкладке. Все, у нас слово «Индия» стало ссылкой. Проверить ссылку можно через кнопку «Просмотр». Получилось. Итак, далее. Сделаем также картинку с ссылкой. Выделяем картинку. Нажимаем на цепочку. Вставляем адрес ссылки. Открыть в новом окне. Вставить. Проверить также можно через лупу. Тоже получилось. Не советуем в тексте прописывать адрес самой ссылки, так как она может быть очень длинной. В связи с этим ячейка потеряет свою первоначальную форму. Для того, чтобы ячейки не расползались из-за длинной ссылки, лучше всего какое-нибудь слово сделать этой самой ссылкой. Например, можно «Далее» или «Подробнее здесь». На самом деле сделать ссылкой можно любое подходящее слово. На нашем примере в самом конце у нас идет «Подробнее смотрите здесь». Также можно указать и почтовый ящик, чтобы кликая по нему клиент переходил на свою почту и мог сразу написать ответ. Сделаем так, как у нас указано на нашем примере. Написали «Info собаку.турсервис.кз». Выделяем полностью. Нажимаем на цепочку. Вставляем адрес. У нас выходит вот такое вот окно. Нажимаем «Ок». Вставили. Формотирование сделаем по правому краю, как у нас указано на примере. Свойства строки. Выравнивание будет по правому краю. Вертикальное выравнивание по верхнему краю. Обновить. Дальше у нас стоят картинки на соцсети. Твиттер, ВКонтакте и Фейсбук. Для того, чтобы создать ссылку на соцсети, в нашем примере вставим картинки. Итак, мы загрузили картинку, при щелчке на которую будем переходить на страницу в Твиттер. Теперь нажимаем на цепочку и в появившемся окне указываем специальный адрес. Этот адрес вы сейчас видите у себя на экране. Нажимаем «Вставить». Точно такие же действия проделываем и для других соцсетей. Ссылки на соцсети станут доступными только после того, как вы сделаете рассылку. Проверить через лупу правильность таких ссылок, как мы это делали для обычных, не получится, так как ссылки такого типа относятся к специальным. Если в шаблоне у вас присутствуют такие специальные ссылки, то при создании рассылки на последнем этапе необходимо поставить галочку напротив «Рассылка доступна для чтения гостями». В этом случае получатели смогут из письма перейти по ссылке и поделиться новостью. В случае, когда вам больше не нужна эта ссылка, ее можно дезактивировать, выделив либо слово, либо картинку и нажав на разорванную цепочку. Все, слово «Индия» у нас перестало быть ссылкой. Проверим. На этом работа с ссылками завершена.